bitcoin наконец-то завершил самое долгое свое падение за всю историю ребята 9 красных недель подряд и наконец-то только что закрылась первая недельная зеленая свеча и началась вторая посмотрите о чем это нам говорит разворот ли это тренда или всего лишь ложная это мы сейчас с вами обсудим поэтому если вам нравится крипто контент обязательно ставьте лайк подписывайтесь на наш канал жмите на колокольчик чтобы не пропускать следующие видео погнали всем привет вы на канале крипто комманс как вы уже поняли обсуждать мы будем сегодня ситуацию по биткоину ну что это не может не радовать конечно крипто энтузиастов крипто максималистов и bitcoin быков потому что все мы с вами понимаем что падение цены это отличная возможность заработать на этом рынке обратите внимание что также кроме двух зеленых свечек которые у нас появились на недельном таймфрейме у нас здесь есть еще зеленая точка на сайфере и в принципе осцилляторы выглядят так что готовы к развороту локальный лет разворот или глобальный давайте обсудим по всем параметрам по всем признакам мы находимся на очень серьезном уровне поддержки потому что это уровень 61 8 по фибоначчи если мы проведем сетку от корона дампа до последнего пика рынка то есть от трех с половиной тысяч долларов до шестидесяти девяти мы видим что биткоин снова как и вот здесь удерживает этот уровень плюс ко всему у нас здесь был очень сильная свечка объемов похоже на капитуляцию как мы с вами знаем что после таких сильных свечек объемов как правило происходит разворот хотя бы локальный и так сейчас очень много людей повыпрыгивало из рынка очень много спекулянтов лишних пассажиров просто бросили эту затею вышли в минус но также и много шартистов кто зарабатывал на этом падении также выходит сейчас из своих позиций соответственно они покупают обратно поэтому ребята локальный отскок как минимум на уровень 05 напрашивается это 35 36 тысяч долларов по биткоину давайте-ка переключим на свечи хайка наши потому что они более правдоподобно показывают тренд по этим свечкам у нас все еще красное движение поскольку они имеют немного запоздалый эффект но вот тут будет конечно подтверждение если вот эта свеча которая сейчас открылась станет зеленая это будет еще лучшее подтверждение смены тренда по candle wave опять же сигнал на покупку на дневном таймфрейме все еще валидный посмотрите мы не закрылись ниже вот этих уровней соответственно я жду опять же что мы отпрыгнем куда-нибудь на уровень 35 потому что здесь очень хорошая плотность лимитного покупателя присутствует на этих уровнях и по trdr тоже мы это видим что здесь особо продавца то и нету и цену пампить легче еще более локально на шести часовом таймфрейме мы видим что мы пробились из этого треугольника встретили вот здесь сопротивление но удержали вот эту восходящую экспенсальную поддержку о которой говорили с вами вчера и позавчера лично я все это падение набирал лонг как вы знаете где-то перезаходил по стопу выходил перезаходил ниже усреднял вот эту часть прибыли я забрал вот она собственно реализованная и нереализованная прибыль это я снова перезашел от нижней границы чего собственно я жду я жду пробития вот этого уровня в 32 тысячи и следующего похода куда-нибудь вот на 35 плюс минус туда это прям совсем локально более глобально я думаю что нас ждет поход вот в эту зону где у нас была очень сильная проторговка в прошлом месяце уже даже в позапрошлом месяце вот соответственно эта зона 37-40 тысяч может быть даже 42 я думаю что эта зона выступит сильным сопротивлением и вопрос конечно же у всех в том сможем ли мы его пробить и пойти еще выше или нас ждет более глубокое погружение к еще более низким значениям потому что как вы можете видеть у нас здесь есть ясное нисходящее сопротивление и эта зона опять же совпадет с ним и как многие аналитики сейчас прогнозируют мы можем там найти сопротивление и пойти еще ниже сделать еще один понижающийся минимум в рамках вот этого нисходящего коридора да но знаете чем ключевое слово можем а можем и не сделать поэтому лично я склоняюсь к тому что мы увидим здесь либо рост либо боковик потому что очень многие ждут этого падения очень многие ждали цен ниже чтобы закупиться не покупали bitcoin по 27 по 28 по 25 обычно такое происходит ребята на дне на дне когда все также ждали более низких цен здесь шартили а мы с вами ланговали как вы помните вот это место ну я лично все это накапливал ланговал и судя по нашему чату я видел что вы тоже после этого мы улетели с 29 на 69 хотя многие ждали падения вниз вот будет ли сейчас такой сценарий или нет опять же смотрите мы можем даже в рамках вот такой фигуры мы можем сходить еще раз вниз сейчас если все ланганут мы можем спуститься пощупать дно и потом выстрелить поэтому не надо сейчас бежать на всю котлету вставать в лонг а действовать надо разумно спокойно и без эмоционально с холодной головой я просто вам говорю что делаю я вот на фемиксе я держу bitcoin лонг буду сейчас его разгружать плавно по мере роста каждую тысячу долларов понемножечку скидывать но что с альткойнами спросите вы давайте посмотрим доминация биткойна у нас очень сильно подросла за последний месяц мы пробили вот это нисходящее сопротивление и даже не сделали ретест того как поддержки я думаю что в какой-то момент посмотрите у нас тут уже на дневке очень сильно перегрето rsi я думаю мы увидим коррекцию по доминации биткойна куда-нибудь как минимум вот к этим уровнем а то может быть и вот к этим уровнем где было тоже много проторговки соответственно мы можем увидеть сейчас более ощутимый отскок по альтам опять же не по всем по более перепроданным альтам ребята вот обратите внимание на дэш дэш пробился из треугольника отретестил его как поддержку вот здесь и пошел уверенно наверх дэш доступен для маржинальной торговли на бирже кукоин собственно там вы можете в кроссе его лонговать спокойно шортить делать что хотите но я бы не рекомендовал сейчас шортить дэш потому что он находится у исторических своих просто мега перепроданных значений вот если вы посмотрите где он сейчас он лежит практически на самом дне ребята вот как вы можете видеть мы ниже этого дна опускались за последние несколько лет только вот здесь на корона дампе и перед ним это не сильно ниже поэтому среднесрочно долгосрочно я думаю что очень хорошая точка входа поскольку даже по 200 и по 100 долларов он был очень дешевый сейчас он просто неприлично дешевый опять же желтая . случилось вот здесь прошлое было вот здесь вы сами все видите после этого какое было движение вот так что на мой взгляд очень очень даже хорошая точка входа по дэшу сейчас ребята опять же судя потому что на байбите на бинансе у многих наблюдаются проблемы с выводом дэш многие даже жалуются что на байбите у них нету на споте дэш это говорит о том что монеты просто заканчиваются и физические монеты соответственно мы наблюдаем очень большой дефицит на эту криптовалюту который должен сказаться хорошо в цене напоминаю кстати вам что недавно дэш ходил и пробивал 400 долларов это было недавно в прошлом году и похоже что это была разминочная история поскольку all-time high у него 1500 1500 1600 так что тут потенциал конечно же для роста просто огромный поскольку дэш сложился уже на 97 98 процентов от хая из более молодых монет ребята обратите внимание на каста каста после листинга на байбите тоже сложилось очень очень сильно практически вернулась к цене листинга собственно это ниже 10 центов ребята по моему это просто мега крутая точка входа в долгосрок поскольку это отличный рабочий проект это что-то типа крипто paypal но это в долгосрок ребята даже если прямо сейчас будет какой-то памп опять же запустится приложение там на несколько иксов могут сделать памп потом могут также легко его слить и дальше накапливать уже до более серьезного баурана там не знаю может быть даже в следующем цикле вот поэтому отнеситесь к этому как инвестиции просто докупайте на комфортный вам объем постоянно в долгосрок эту монету на мой взгляд она выстрелит очень очень сильно и перепишет свой вот этот хай в какой-то момент обязательно теперь касательно битдао очень очень сильно отпадал актив и в прошлом видео я вам говорил что это связано с разлоком инвесторов вот здесь вот произошел разлок у инвесторов бросили дополнительную миссию и какой-то черт лил просто сотнями тысяч монет по рынку и со знаете в чем прикол я узнал какая была цена у инвесторов у инвесторов цена была 90 центов вы понимаете что чувак которому разлучили монеты он начал лить себе в убыток и продал просто в два раза дешевле чем купил я не знаю кем надо быть видимо очень нетерпеливый чувак может быть он хотел во что-то другое инвестировать но вот на таких объемах ребята но это это нездоровый дам просто который обязан скорректироваться как минимум к своим средним значением вот поэтому победал я тоже держу long но в планах у меня его ребята разгрузить ближайшее время вот он прямо сейчас у меня подходит к точке без убытка поскольку я набирал его все падение я думаю что мы сейчас пробьем эту линию сопротивления и я буду разгружаться плюс-минус где-то вот до этого уровня где он долго стоял я думаю что я разгружусь полностью если мы туда дойдем оставлю может быть небольшую какую-то инвесторскую часть спекулятивную часть буду разгружать ближайшее время так что смотрите вы делать как хотите я буду делать так потому что опять же неизвестно сейчас что будет с битком возможно что мы потом ли гонем еще ниже и нам дадут хорошие цены чтобы закупиться то есть спекулятивную часть я буду ждать закрывать прибыль инвесторскую ходлер скую часть я буду держать два-три года и даже не париться потому что битдау ребята опять же напоминаю он был на трех долларах уже это токен тесно аффилированный с биржей by bit я думаю что в долгосрок мы увидим по нему шикарные цены там и пять и десять долларов и может быть даже и все сто кто знает торгуются битдау как и каста на бирже by bit на бинансе их пока еще нет это хорошо для цены так что ребята все кто заинтересовался ссылочка на by bit внизу переходите по ней если вы еще не зарегистрированы на этой замечательной бирже а также посмотрите видео обзор по ней который сейчас появится у вас сверху из новостей виталик бутерин раскритиковал мораторий на майнинг биткоина в нью-йорке и не он один кстати очень многие крипто энтузиасты к нему присоединились не картер и даже кандидат в сенат сша бывший исполнительный директор bitcoin foundation брюс фентон все они говорят что ребята почему это вдруг правительство решает какое программное обеспечение можно запускать а какое нельзя код это речь код это свобода в общем это прямо нарушает свободу слова поскольку код это речь соответственно код это слово в общем я думаю что это просто очередной вброс и хайп которые случались за всю историю биткоина постоянно перед продолжением булранов вы помните у нас китай банил bitcoin китай банил майнинг рф тоже там что-то пыталась запретить теперь вот у нас америка банит майнинг я думаю что это все сделано для отвода глаз для того чтобы слабые руки продали сильным и мы полетели поэтому у меня сегодня вот какие-то такие мысли напишите в комментариях обязательно какие мысли у вас верите ли вообще в биткоин пробьет ли он 35 40 тысяч ближайшее время или вы ждете 15 20 напишите обязательно что вы думаете напоследок давайте глянем еще трон трон у нас очень хорошо себя показывает последнее время находимся в устойчивом аптренде на дневном таймфрейме посмотрите-ка у нас тут есть нисходящее сопротивление которое нам стоит пробить чтобы говорить о продолжении туза муна и также есть восходящая поддержка патрону к доллару соответственно если мы сейчас увидим коррекцию то я бы обратил внимание на уровне 6 половиной центов в качестве возможной поддержки и если мы увидим пробитие то есть уровня восемь с половиной центов то я думаю что мы можем увидеть хорошее продолжение этого движения патрону вплоть до переписывания своих локальных хаев 16 17 центов ну и также будет сопротивление встречи на уровне 12 с половиной центов в общем вот какие-то такие ожидания патрону в случае того что бычий рынок продолжится поскольку трон к биткоину я вам напоминаю что он пробил свое нисходящее сопротивление и уперся сейчас как раз вот в этот уровень который мы ранее отмечали уровень предыдущего сопротивления посмотрите он похоже тоже его пробивает и сейчас возможно удержит его как поддержку поглядывайте за троном к биткоину потому что если он удерживает этот уровень то к доллару он тоже полетит ой как хорошо у меня лично патрону маржинальных позиций сейчас нет но я его докупаю периодически на спот на холодный кошелек стейку его на полониксе и думаю что может быть имеет смысл открыть даже маржинальную позицию буду смотреть по ситуации вот такие сегодня мысли напишите в комментарии свои как я уже сказал всем профитролей с вами был гриня всем удачных торгов и хорошего настроения а